Здравствуйте, друзья! Блог «Учимся с Алисой». Надеюсь, вам видно табличку, которую я сейчас открыл. Это число многодетных семей по субъектам Российской Федерации на начало 2023 года. На что я хотел бы обратить внимание нашей власти? На колоночки семьи с 8 и 10 детьми и с 11 и более детьми. Это включает в себя в том числе и так называемых бизнес-родителей. Это понятно. Но все равно на всю Россию какие-то несчастные 7 тысяч семей, у которых 8 и более детей, но всего лишь 7 тысяч. Дальше смотрим. Сейчас я вам извините, немножечко у меня тут камера дергается. Нет у меня профессиональных устройств для съемки. Давайте посмотрим на Москву. И мы увидим, что из всех семей, которые у нас есть, 2,5 тысячи, чуть больше. 44 с 11 и 2,4 с 10 детьми. Вот эти вот семьи, они попадают в общую сумму, но это особый случай, потому что они считаются по младшему ребенку по достижению им 18 лет. 2,5 тысячи, видите, вот примерно. У всех остальных это физические дети, которые младше 18 лет, вот в том количестве, в котором они есть. Ну и смотрим сюда. Вот из 6,5 тысяч семей, 2,5 тысячи московских. Не знаю, нужно ли их вычитать или они тут уже вычтены. Просто в ЦИФО видите, 1335, а в Москве 2,5 тысячи. А это детей. Да и 300 семей всего. Нет, это чуть выше. 400 семей, значит, в Москве. 448 и 44, то есть 500 семей. Вот об этом стоит поговорить более подробно, потому что 500 семей на всю Москву 8 плюс детей. Из них максимум 200 семей, соответственно, это 9 плюс детей. Это вот семей, которые как у нас. Как я уже сказал, это семья до достижения младшим ребенком 18 лет. То есть вы сможете спокойно эту цифру разделить на 18, чтобы получить сколько таких семей в год вообще в Москве появляется. Вот из 200 получается, ну, 10 примерно, если очень грубо, появляется таких семей. 10 семей, в которых рождается 9, 10 ребенок на всю Москву. У меня вопрос по обеспечению квартирами. На всю Россию, я еще раз повторю, 6 тысяч таких семей. 6 тысяч, 8 плюс детей. Ну, хорошая цифра от сечения, можно 7, но в зависимости от бюджета, да? 3 тысячи примерно, или даже 2 тысячи семей, в которых, может быть, даже меньше, в которых 9 детей. Все, 9 и больше. 2 тысячи семей. На всю огромную Россию. И появляется и в год, ну, сколько, ну, там, может, сотня. Сотня детей. Сотня семей. Владимир Владимирович. Депутаты Государственной Думы. Госпожа Станина. Госпожа, ну, не помню вас всех, кто нас обсуждал, и кто нас не обсуждал. И кто находится в Комитете Госдумы по делам семьи. И кто не находится. Неужели в нашей необъятной Родине не хватит денег, чтобы вот эти вот 200 семей обеспечить квартирами? Чтобы был реальный стимул. Вот вы рожаете, вы хорошая семья, вы нигде ни на каком учете не стоите. Даже если состоите, бывают разные обстоятельства. Может быть, вы в трудной жизненной ситуации находитесь, в том числе и потому, что вам жить негде. Ну, так вот, пожалуйста, 200 квартир в год по 18 метров на человека, неужели так сложно обеспечить, а, государству? Вот Республика Дагестан. 100 семей таких. На всего, на всю республику. Ну, наверное, Республика Дагестан их как-то поддерживает. Но я думаю, потому что у них все-таки традиции. Чеченская республика тоже самое. Традиции, традиции семьи, уважение к старшим, уважение к женщине, уважение к детям. Но нет такого, чтобы вот ноги вытирали, грубо говоря, и чтобы смели себе лаять в отношении женщины. У которой есть дети, у которой есть муж, у которой есть родители. А тем более в отношении вот этих вот родителей и мужа тоже. Господа в Госдуме, вы реально хотите что-то изменить в этой стране? Вот у вас есть проблемы с многодетностью. У вас на всю Россию... Ну, я понимаю, что вот 2 миллиона многодетных семей на всю Россию вы, наверное, не сможете жилем обеспечить. Да, давайте начинать с малого. Давайте сделаем цифру отсечения. 7 детей, 8 детей, 9 детей. Да хотите хоть 10 детей, но сделать это гарантированной мерой, чтобы люди знали, что государству действительно не пофиг на людей, не пофиг на детей, не пофиг на происходящее. Все заводим новых Алис. Всем привет. И надеемся на то, что реально вот в этой ситуации все-таки государство возьмется за ум.